Мне понадобится цветной мелодий, понадобится ножик. А еще поваренная соль и ловкость рук. Вот так за пару минут простые ингредиенты превращаются в цветной песок. Такой ребята раньше не видели. И щупали, и нюхали яркую смесь. Из нее должна получиться песочная радуга. 11-летняя Олесь, рукодельница с опытом, больше всего любит делать оригами. Но и другие техники освоить не прочь. Тем более есть, кому дарить свои поделки. Эту бачку подарю маме, чтобы она украсила полку. Чтобы у нее стояло возле зеркала. И то, что когда она просыпается, было у нее хорошее настроение. Потому что получится точно очень ярко. Это не ассоциируется с природой. То, что желтое – это солнце, голубое – это небо, а зеленое – это трава. Мне очень нравится. Не больше 10 минут и вся библиотека уставлена цветными баночками. Мастер-класс «Песочная фантазия» удался. Впереди еще несколько. Пластилинография и скрабукинг. Ребята, которые приходят ко мне на мастер-класс, они потом дальше идут. Они в каких-то конкурсах участвуют. У меня есть девочка, которая, допустим, пришла ко мне на модульной оригами. И потом она вместе с мамой как-то заинтересовала их эта техника. И буквально показала, как делаются модули. И они поучаствовали с мамой в конкурсе. Получили второе место. В этом году библиотека «Солнечная» выиграла федеральный грант 120 тысяч рублей. 80 из которых потратят на приобретение новых книг. Для взрослых и для детей. Еще на 30 тысяч закупят игры. Последние точно не будут пылиться. В нашем районе больше нет ни каких-то культурных учреждений. Даже нет детских садов и школ. И детям после уроков некуда пойти. Так же, как и в каникулярное время. Поэтому стараемся занять полностью их досуг. Занимают досуг ребят в рамках летней библиотечной смены. Около 20 юных жителей сплавконторы посещают ее с часу дня до пяти вечера. Причем развлекаются не только в стенах библиотеки. Ходят в кино и театр. Кристина Коширина, Денис Лугов. Программа «Город».